Сталинские ампиры и эко-парк. Сочетание этих стилей лежит в основе идеи благоустройства парка Зернова. Причем основные элементы – входная группа, спортивные площадки и места для отдыха, аттракционы, мафы и лодочная станция – повторяются во всех четырех концепциях. Чем они отличаются? Все четыре группа. Дорожно-топеночные сети. Дорожно-топеночные сети. Дорожно-топеночные сети. Соответственно, там же. Они, насколько вы видите, абсолютно отличаются, за исключением основной аллеи и главных параллелей. Концепция, молодой человек, про концепцию. Я вот вначале говорил, мы обсуждаем не концепцию, а варианты комбонов, элемент, концепция, концепция уже победила. К элементам, представленным в концепции, у пришедших тоже были вопросы. Некоторых, в частности, смутила идея сталинского ампира. Я думаю, что при реализации это все будет. И мы скатимся к тому, что давайте воспитать народ, давайте не ставить божество, давайте делать красиво. Были вопросы к концепции, в которой разработчики пытались отразить форму мирного атома. Кто-то спрашивал о необходимости лодочной станции, а некоторые попросили предусмотреть в парке больше мест для детей и высказали недовольство строящейся детской площадкой. Что еще нашим детям новое может там быть? Ничего не сделали. Этим летом, где будет песочная площадка? Там же, на том же месте у вас будет песочная площадка, где вы гуляли, только в другой форме, более интересную, более лучшую. Не будет лучше. Рассказываю. Значит, вместо песочной площадки, которая была зеленая, в тени, приехали машины, туда щебень набросали, укатали асфальт для танка. Это получился танкодром. Вот куда я приведу? В эту сковородку, в этот танкодром приведу внука на песочную площадку. Это же сковородка. Напомню, новую детскую площадку в парке Зернова возводят в рамках программы формирования комфортной городской среды. Открыть ее должны были еще в середине сентября, однако строительные работы продолжаются до сих пор. Завершить их обещают к Новому году. Работы по благоустройству парка начнутся ближе к лету. На то, как он будет выглядеть в итоге, повлиять может каждый. Замечания и предложения принимают в администрации в кабинете номер 219 до 15 декабря. Ознакомиться с представленными концепциями можно на официальном сайте администрации. Подробная информация по телефону 99061. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.